Всех приветствую на канале Занимательное Музло. Ну что друзья, сегодня на обзоре группа Legion of the Damned. И я думаю эти голландские трешдестеры не нуждаются в представлении. Да, с 92 по 2005 год коллектив представлял из себя другую формацию и назывался Акалт. И про этот период группы на канале есть отдельное видео, кто не видел, обязательно посмотрите. И также я упоминал о группе Legion of the Damned в ролике ТОП-10 песен по Зловещим Мертвецам. Там коллектив отметился с клипом на песню Repossessed. Ну вот делать обзор на всю дискографию я долго не решался. По той причине, что творчество Legion of the Damned хоть и мощное, в основном скоростное, вот как раз здесь можно сказать, что бескомпромиссное, но в то же время до жути однообразное. Вот серьезно, первые пять альбомов это просто реально группа двух рифов. Первый это такой вот слейеровский, который у них вообще везде. А второй это такой протадетовый, вдухий Посест и ранних Пестиванс. Ну плюс еще какие-то вариации на тему тефтонской сцены. Но, внимание, это вот ни в коем случае не плохо, это не означает, что Legion of the Damned плохая группа. Более того, мне их творчество нравится, просто его не особо интересно обсуждать. Вот и поэтому вот в этом ролике я больше буду делать акцент на том, что сами музыканты в своих интервью рассказывают о своих альбомах. Да и кстати, знаете, с этим тоже были некоторые проблемы, так как пришлось сильно постараться, чтобы найти хоть что-то интересное, потому что помимо нам пофиг, мы сочинили все на репетиции, потом пришли на студию, записали все за десять дней, музыканты почти ничего не говорят. И вот как с этим работать? Однако, знаете, вот начиная где-то с шестого альбома, группа начала набирать, так сказать, какие-то, наверное, мелодические обороты. И последние три альбома, в том числе и самый свежий 2023 года, мне нравятся больше всего. Хотя, как мне кажется, Legion of the Damned, наверное, ценят в первую очередь за вот прямолинейный, дуболомный, двухрифовый трэш-дэд, а не за поздние потуги и старания звучать интереснее. Но, перед тем, как продолжить видео, я бы хотел обратить ваше внимание на свежий полноформатный альбом Don't Be Afraid You Already Dead питерской трэш-метал группы Dare Doberman. И знаете, я вот не зря говорю об этом альбоме именно в этом видео, так как ценителям Legion of the Damned такая работа явно придется по вкусу. Вот, послушайте композицию Fast Zen and Bullet и сразу все поймете. Да, я знаю группу Dare Doberman уже давно, я слежу за их творчеством и как-то рассказывал об их клипе на песню Blood on Your Hands, кстати, в видео про Jungle Road. Но, честно признаюсь, парни меня очень приятно удивили, я ожидал более такого прямолинейного дебитного трэша, а ребята взяли и выдали мощное мужицкое музло, разбавив его большим количеством интересных и неожиданных мелодических решений. Вот прям с самой инструментальной открывашки, когда я начал слушать, понял, что здесь что-то не так, здесь будет что-то, чего я совершенно не ожидаю. Да вот, есть на альбоме, кстати, и качающие грубовые темы, как, например, композиция Killer Party и песня Until We Die с неожиданным лирическим вступлением, от которого я освою в вайбы, не поверите, наверное, Beatles и Rolling Stones. Еще также хочу отметить композицию Atchuse Wars с неторопливым таким нагнетающим вступлением, песню Brick You Chain, недвусмысленно отдающую гранжам, а позже перерастающую в какой-то кроссовер-трэш, стремящийся в дед и с хардкорным припевом. И даже элементы мазафаки, кстати, присутствуют на альбоме, как, например, в песне The Bad Place. Да и, в принципе, весь альбом получился довольно разноплановым. Здесь очень много интересных лифов, отсылающих, знаете, то к ранней сепультуре, то к поздней сепультуре. Плюс, конечно же, чувствуется влияние тефтонской трэш-метал сцены. Очень понравилось, как выстроена динамика альбома, как чередуются быстрые и неторопливые темы. Ну и, конечно же, инструментальную работу оцениваю здесь я тоже очень высоко. Вокал, кстати, максимально в тему и переслушивая альбом второй и третий раз, я уже не мог представить здесь какой-либо другой вокал. В общем, крайне рекомендую альбом Don't Be Afraid You Already Dead питерской группы Der Doberman к ознакомлению. Все ссылки, как на альбом, так и на официальную группу ВК найдете в описании к этому ролику. Переходите и заценивайте. Ну а теперь давайте более подробно поговорим о творчестве группы Legion of the Damned. Ставьте лайк этому ролику и погнали. Дебютный полноформатник Maude Rapture вышел в 2006 году. Слушая его, конечно же, сразу вспоминаются работы Slayer и тектонская трэш-метал сцена. В общем, такой трэш мужицкий с уклоном в протадед и, так сказать, без соплей. Да, кстати, и сами музыканты говорят, что вдохновлением послужили работы Slayer, раннего Destruction и раннего Pastillence. Ну, как, собственно, я и говорил. А по поводу того, какое влияние на дебютники больше, там, трэш или дэд отвечают, что это больше трэш, чем дэд. Но, тем не менее, они тратят свое время на переживание о том, чего здесь больше, дэд трэша или блэк трэша или просто в основном трэша или дэда. Кого это волнует? Лишь бы музыка была правильной. Цитата. Субтитры сделал DimaTorzok Sons of the Jackal Sons of the Jackal. Второй полноформатник 2007 года. И в плане материала и звука в сравнении с дебютником, как мне кажется, здесь вообще ничего не поменялось. Вот где закончили на первом альбоме, оттуда на втором и продолжили. И вот, что об этом альбоме рассказывает вокалист Морис Свинклис. Я вырос на таких группах, как Slayer, Sodom и Creator. Это музыка, которую я люблю и поэтому я хочу ее создавать. Так что мы даже не пытаемся звучать оригинально или изобретать что-то новое, потому что другие группы делали это до нас. Мне нравится, когда люди говорят, что мы звучим немного как Slayer, потому что они оказывают у нас большое влияние, как и другие группы. Мы хотим делать именно эту музыку, а не что-то независимое. Мы идем в студию со своим продакшеном и никогда не знаем, что произойдет. На этот раз из этого вышел альбом Sons of the Jackal. Если кто-то думает, что мы звучим как Slayer или Creator, это совершенно нормально, потому что это то звучание, которое нам нравится. Субтитры делал DimaTorzok В 2008 году группа выкатила аж два альбома. В начале года в январе Feel the Blade и в конце года в декабре Count of the Dead. И как я понимаю, когда вышел альбом Feel the Blade, у фанов группы появилось некоторое недопонимание касательно этого релиза и вопрос, а не коммерческий ли это ход и цель подзаработать? И вот что ответили на это музыканты. Рассуждение о том, что Feel the Blade это альбом, который выходил под названием Эллиджи в проекте Account, для слабаков. Мы как группа твердо верим, что этот альбом принадлежит категории Legion of the Damned и поскольку альбом трудно достать, мы перевыпустили его. Это также позволяет нам снова играть эти песни вживую, поскольку теперь они принадлежат семье Legion of the Damned. Мы очень-очень довольны этим убойным релизом, на нем есть убойные треки. И знаете, лично я полностью согласен с группой, да, это именно тот материал, который вообще никак и ничем не отличается от всей остальной дискографии Legion of the Damned. Субтитры делал DimaTorzok Альбом Count of the Dead того же 2008 года. И вот знаете, на этом альбоме я услышал небольшие изменения в материале, да, они совсем такие микроскопические, милипусечные и заключаются скорее в насыщении гитарных и барабанных партий какими-то мелизмами, иногда может быть в какой-то непривычной для группы ритмики, а не в каких-то радикальных изменениях. Но тем не менее, это вот хоть что-то. Плюс звук на этом альбоме мне нравится больше, чем на предыдущих работах. Гитары более жужжащие, барабаны звучат более живо, но это уже, знаете, так, субъективщина скорее. А может быть, я просто себя накрутил и пытался зацепиться хоть за что-то во время прослушивания, может быть и такое. Сами музыканты говорят, что никогда глубоко не задумывались о записях и о том, чего хотят или не хотят ими достичь. И о том, создали ли они что-то особенное, так как способ написания песен всегда оставался прежним. И кстати, рифы сочиняются в процессе джема на репетиции, а не заготавливаются заранее. Из забавного. Специальное издание Call of the Dead поставлялось с куском сыра. И Моррис говорит, что это была забавная идея менеджера. Он хотел добавить чего-то действительно голландского. Деревянный брусок с логотипом. Моррис предполагает, что этот специальный тираж был ограниченным. Всего 300 экземпляров. Субтитры делал DimaTorzok В 2011 году вышел альбом Destined into Chaos. И звук у релиза очень сильно разнится с тем, что было раньше. И на самом деле в этом есть причина. Так как этим альбомом занимался Питер Тагдерин, а не Энди Классин, как на всех предыдущих релизах. Не могу сказать, что стало хуже или лучше. В принципе, плюс-минус это та же история, так как определяет все же материал. А он тут не изменился. В принципе, и сами музыканты говорят, что главное отличие от прошлых альбомов это саунд. Да, кстати, есть мнение, в том числе и в нашем комьюнити, что в плане звука это худшая работа Legion of the Damned. Продолжение следует... Шестой полноформатник Ravenous Plague вышел в 2014 году. И из ключевого здесь можно отметить, что группа вернулась к Энди Классину. И еще то, что для этого альбома гитарные партии писались под две гитары, так как появился новый гитарист Ван Ван Гил, с которым музыканты познакомились, когда в 2001 году играли на благотворительном шоу для Чака Шульгенера. И действительно, некоторые песни приобрели нехарактерный для группы мелодизм, и это хорошо слышно, например, в композициях Summon All Hate или Armalite Assassin, плюс реально стало много гитарных соляков. Но в остальном, конечно, группа себе не изменяет, как говорится, стабильность – признак мастерства. А вот и, кстати, мнение самих музыкантов по этому поводу. В музыкальном плане все просто. Мы относимся к этой музыке со страстью и никогда не изменяем себе. Мы те еще трудяги. Каждую неделю мы собираемся вместе и репетируем. И так происходит с самого первого дня, вот уже на протяжении 22 лет. Обычно после гастролей или записи альбома у нас пару недель перерыва, а потом мы снова начинаем репетировать. Нам нравится проводить время вместе, общаться, веселиться. Кроме того, мы не хотим как сумасшедшие кидаться, отрабатывать все песни, когда надо ехать в турне или еще что-нибудь намечается. Мы просто стабильно репетируем каждую неделю. Дальше у нас идет альбом. Это альбом Slaves of the Shadow Realm 2019 года. И этот релиз тоже обладает некоторой мелодичностью и больше похож на альбом 2014 года, чем на ранние работы. И в принципе музыканты сами говорят, что альбом агрессивный, прямолинейный и мелодичный. По крайней мере для стиля Legion. А касательно длинного перерыва между альбомом, музыканты говорят, что долго писали песни, поэтому взяли себе чуть больше времени, но все это время гастролировали. И в итоге мы имеем следующую ситуацию. Сами музыканты особо ничего про этот альбом не рассказывают, на него практически нет рецензии, а те, которые есть, звучат по типу, ну группа себе не изменяет. Да и я, собственно, не хочу выдумывать новые эпитеты, чтобы описать плюс-минус тот же материал, что был раньше. Хотя альбом мне нравится. Есть в нем некоторая такая мрачность, из-за которой лично для меня это выгодно отличает вот именно этот альбом от прошлых релизов. И последний на данный момент студийный полноформатник The Poison Chalice вышел в 2023 году. На этом альбоме, помимо Твана Ван Гила, группа привлекла к записи гитариста Фабиана Варвейджа и впервые записывалась в качестве пятерки. И это заметно. Гитарные партии, правда, стали очень насыщенными. Сами музыканты говорят, что на этом альбоме гораздо больше мелодий и соло, по крайней мере, для Legion of the Damned. Это было необходимо, так как они больше не могли писать такие песни, как Werewolf Corps или Legion of the Damned. Теперь, когда они играют вживую, есть хороший баланс. Есть простые хиты, такие как Son of the Jackal и более мелодические, интересные песни, такие как Doom Priest или треки с нового альбома. Также они говорят, что вообще не планировали записывать новый альбом, но когда все закрылось и они не смогли давать концерты, им захотелось использовать время с умом и написать новый материал. Сочинялся материал, как и всегда, в формате джем-сэшена на репетиции. И что альбом The Poison Chalos состоит из десяти песен, тексты которой включают известные апокалиптические и антирелигиозные темы и представляют собой яростный дэд-трэш с элементами блокметалла. Лирика воплощает различные формы ядовитой чаши, яд которой может освободить или убить, просветить или уничтожить, быть благословением или проклятием. Лично я отношусь к этому альбому так же, как и к предыдущему Slaves of the Shadow Realm. Он мне нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, свое мнение касательно группы Legion of the Damned я высказал. А что вы думаете по поводу их творчества, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно ознакомиться вот именно с вашим мнением. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. Не забудьте чекнуть по ссылкам в описании альбом Don't Be Afraid. You're Already Dead от питерской трэш-дэд-группы Der Dobberman. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока. Люди это скот Лишь тупое стадо Зверь внутри тебя Возьмет свою награду И бешеные псы Захлёпываясь злостью Рвут друг другу пласть Загнилые кости Раскрывает пласть Бешенство пойная Псина и стену познав Все решает Только сила Чуят кровь зверья Лодку в цепи Садрук другу Чтоб урвать кусок Но застрелит каждый Путин